Учителя сели за парты, дети взялись за журналы успеваемости. Сегодня в 11-й школе ученики заменили своих учителей. Ребята провели уроки, оказали первую медицинскую помощь, проследили за порядком в учреждении. День самоуправления школьники провели в преддверии Дня Учителя. Евгения Карелина наблюдала за происходящим. Школу я издаю в целости и сохранности, передаю ключи от школы. Бразды правления в 11-й школе сегодня передали ученикам. Теперь в руках у школьников ключи замок от школы, банки с валерьянкой и валидолом. На целый день дети заменили учителей. Новый директор – 11-классница Любовь Королева. Возглавила школу девушка впервые. Раньше вела уроки у начальных классов. Непосредственно работает с детьми, очень сильно контактирует. И у него маленький круг обязанностей. А директор, у директора, это ответственность за школу, за каждого ученика, за каждый класс. Проверяю работу зама. Сегодня Любовь Николаевна следит за порядком в школе. Проверяет, выключен ли свет в помещениях, в туалетах не течет ли вода. Контролирует учебный процесс. В каждом классе перед детьми выступают сами школьники. Девятиклассницы научили малышей правописанию, математике, рассказали про стебель, почву и семена. Сейчас мы еще только первую группу на первом уроке играли. Ну, как это считается, мы играли в крокодилов. Дисциплина не соблюдается. Ну да, мы вместе всегда играем. Учитель это психолог. Действительно так или нет? Ну, в какой-то степени да, потому что все-таки ты же общаешься с детьми, ты понимаешь их. Ты должен каждому ребенку найти свой подход, чтобы пообщаться с ним хорошо и понять его, и в какой-то степени помочь даже. День самоуправления, он очень вот такой знаменательный. Ведь после того, как дети проводят уроки, мало того, что они понимают, насколько учителю сложно бывает в их ситуации, они с большим пониманием к учителю относятся, многие из них решают, а это моя, это моя судьба, я хочу стать учителем. Что вы знаете о дуэли Пушкина? Александр Сергеевич Пушкин на дуэли убил Дентес. Учителей выбрали на совете обучающихся, учитывались пожелания детей, их склонность к наукам, успехи в предметах. Сегодня дети подменили медицинского работника и в кабинете администрации только школьники. Надо следить за учениками, как они себя ведут. Ну, я вот отвечаю за их поведение, вот там, говорю, что так нельзя делать, там, если они не по форме, допустим. Ну, и так далее. А рады, что вы сегодня, грубо говоря, уроки пропускаете свои? Да, сегодня да. Ну, это весело, когда ведут ученики уроки, не знаю. А в чем усилие заключается? Ну, учителя хотя бы отдохнут. Когда мы с учителями занимаемся, как бы они дают нам какие-то конспекты, а когда ведут наши одноклассники, то как-то более такой мультимедийный, может, урок. Некоторые делают презентации, кто-то какие-то конкурсы устраивает. Я буду вести ИЗО у шестых, седьмых, восьмых классов. Во время обмена ролями осознают, как важно беречь родную школу и что именно они ее хозяева. Евгения Кореина, Александр Дятлев, Вестник, Северодвинска.